приветствую вас в этом видео сегодня у нас очень интересный гость олег тимофеев это акула сетевого бизнеса они вместе своей супругой профессионально я хочу подчеркнуть этот момент ведут этот бизнес в компании пил развиваются у них достаточно сегодня уже большая команда международная но об этом олег и сам скажет и я благодарю олега за то что согласился принять участие в небольшом нашем интервью олег здравствуйте здравствуй кирилл очень рад с тобой пообщаться и думаю буду полезен для кого-то кто может новички кто рассматривает сетевой бизнес а может и для таких же акул что полезно расскажу я приготовил небольшое количество вопросов вам и как мы предварительно с нами разговаривали они будут экспромтом это вдвойне интереснее слышите ваш ответ так будем начинать я вообще люблю вопросы которые не подготовлены но супер олег что такое вот сетевой бизнес что это такое вот я первый раз ищу смотрю направление хочу заняться каким-то своим делом вижу слов сочетания сетевой бизнес что это объясните мне пожалуйста но я объясню со своей колокольни потому что я пришел все-таки сетевой бизнес до этого будучи предпринимателем поэтому для меня сетевой бизнес это экономическая модель способ продвижения товара то есть просто способ продвижения товара через магазины а есть способ продвижения через рекомендации людей но особенно к мы начинали 20 лет назад они было еще интернета ну вот было только всего два способа магазин или чтобы люди рекомендовали продукцию друг другу то есть это просто элементарно модель продажи товар принципе вы сейчас сказали что вы пришли из классического направления а почему вы выбрали для себя на сегодняшний день млм бизнес сетевой бизнес мультилевел маркетинг да много разных названий как на основное направление почему именно это ну потому что в традиционном бизнесе которым я занимался но на лет 15 то сетевого то есть это были горячие восьмидесятые девяностые годы тогда было все очень интересно но периодически получалось что разные кризисы разные дефолты разные чего-то ну и многие проблемы они но снижали счастье уровень качества жизни даже невзирая на то что деньги бы когда я увидел вот эту модель сетевую я увидел что здесь все проблемы берет на себя компания другая а твоя задача ну только строить потребительскую сеть и никаких не заморочек не головной боли и здесь появляется для меня главные два таких качества счастливой жизни это деньги потому что деньги они нужны но в сочетании со свободой и без проблем интересно такое сочетание со свободой вот тут конечно не по расписанию что называется вопрос а что такое свобода для вас для предпринимателя как не человек свободу для предпринимателя да такое довольно относительно слова после вы предприниматели он сам себя дисциплинирует на какие-то действия но в то же время в сетевом бизнесе запустив приумножение получается что ты отпускаешь как бы многие проблемы от себя то есть в традиционном бизнесе всегда ты должен чего-то так вот быть быть все время бизнесе сто процентов а здесь можно запустить приумножение построить сеть но иногда позволить и даже вообще можно сказать на неделю ехать на мальдивы или на месяц на мальдивы и я все развивается но понятно туда надо сделать пару звонков пообщаться с людьми это естественно свобода а для кого подходит этот бизнес это направление и для кого не подходит или может для всех это направление подходит знаешь я сейчас наверное брошу ложку дегтя в этот бизнес потому что в этом бизнес есть громаднейший минус такой минус вот для меня он плюс а для большинства людей это минус потому что в этом бизнесе ну вообще это слово сразу подразумевает что это бизнес здесь нет начальник вот мы я уже говорил про свободу на большинство людей к сожалению они не могут сами себя дисциплинировать и организовывать свой труд вот для них нужно чтобы кто-то им все время давал инструкции давал какие-то наставления давал оклад и вот если человек не сможет поменять свое мышление на предпринимательское ну тогда ему этот бизнес не подойдет с точки зрения основного бизнеса но в любом случае как дополнительный заработок как дополнительное какое-то хобби даже он подходит для любого человека тогда приходя в этот бизнес можно так получается огруппировать до два направления новичков которые хотят совмещать этот бизнес там с работы по найму либо с другим каким-то направлением до что называется попробовать очень многие приходят и допустим приходит человек который все может быть это акула сетевого бизнеса может быть просто решительный человек который сказал что это будет на пара направлении номер один для меня я весь здесь и так вот для каждого из этих людей можно ли предсказать что ли да на что можно рассчитывать в плане заработков на а каких деньгах вообще в целом идет речь когда мы говорим про сиделый бизнес нужно все в бизнесе есть что такое понятие как удача здесь можно достичь успеха даже на дурака как говорится вытащить лотерейный билет пригласив там мягко говоря одного двух сразу ключевых партнеров что бывает очень редко а вообще этот бизнес чтобы достичь и гарантирован успеха естественно он предполагает особенно в первое время но определенную загружность временем мы смотри мы пришли в девятом году но еще параллельно где-то жена работала и я развивал бизнес то есть мы этому бизнес уделяли ну грубо рядом два часа в день здесь не как часто пишут ребята приходите бизнес уделяйте 30 минут в день и все вас будет нет чтобы действительно гарантированно достичь успеха на бизнесе ну надо хотя бы восемь часов в день и хотя бы годик вот так поработать тогда можно сказать что с вероятностью 90 процентов вы выйдете на достойный доход не говорю про миллионы но там тысяча две три тысячи долларов а это в принципе для большинства людей даже предпринимателей довольно счастливая цифра потому что она как пассивный доход потом переходит пассивный доход это было бы здорово поэтому естественно те кто начинает здесь заниматься профессиональной 8 часов хотя бы что-то делает тогда он гарантия большая а если он просто урывками между основной работой но тогда это действительно будет как дополнительный доход и здесь уже рассчитывать на гарантию какого-то большого чека нельзя если мы занимаемся профессионально то в течение года можно на две-три тысячи выйти грубо до заработка в месяц долларов да будем говорить долларов а если все таки человек вот приходит попробовать да не то что он пришел и завтра махнул рукой а он находится в этом бизнесе он может быть делает вид куда-то выезжает еще что-то ну то есть до время от времени что-то делают зарабатывают ли такие люди деньги хоть какие-то конечно зарабатывают вообще любой человек зарабатывать здесь надо окунуться в любом случае в этот бизнес даже если ты не сто процентов днем а еще где-то чего-то но если ты окунешься в этот бизнес в события компании в разрыв в различную систему обучения но которая например есть в нашей компании пил то ты однозначно чего-то заработать здесь нельзя не заработать как корид раз президент если у тебя вдруг есть два часа времени ты будешь просто приходить в офис и просто посидеть в офисе если вдруг вашем городе секс ты это заработаешь день но и в интернете если ты два часа в день будешь общаться на эту тему с людьми то однозначно кто-то откликнется и кто-то принесет тебе доход окей тогда продолжая развивать эту тему про постоянную вовлеченность то вот допустим у нас есть человек который приходит в этот бизнес серьезными намерениями да опять-таки вне зависимости то из млм бизнеса пришел человек либо из классического либо как-то еще какой на ваш взгляд идеальный распорядок дня до 10 его предпринимателя то есть что он должен делать каждый день чтобы в итоге выйти на тысячу две три тысячи долларов а может и больше любой все предприниматель я считаю бизнес он делится на таких два больших первый этап это надо запустить преумножение чтобы запустить преумножение особенно по нашу маркетинг плану нас очень простой надо найти двух ключевых партнер чтобы запустить преумножение надо найти двух ключевых партнеров этот на первом этапе но особенно на первые полгода для того чтобы их найти Если взять 8-часовой рабочий день, скажем так, то 6 часов в день надо заниматься именно поиском кандидатов, которым потом в течение двух часов вы будете доводить ту или иную информацию. То есть, или сами, или с помощью третьего лица, вашего наставника, вашего спонсора, или с помощью ресурсов системы обучения, системы поддержки от самой компании. Вот где-то так складывается день. Потом, когда ты уже запустил преумножение, естественно, ты меняешь распорядок дня и большую часть времени ты уделяешь уже помощи своим людям строить команду. Но всегда оставляешь время для того, чтобы продолжать развивать свой личный бизнес, имеется в виду рекрутируя лично. Хорошо, Олег, а как проходит лично ваш идеальный день в бизнесе? Вот, вы просыпаетесь и ложитесь спать, вот этот отрезок, да? Какой он должен быть идеальный, по вашему мнению, и к чему вы стремитесь, что вы делаете? Ну, я стремлюсь к тому, чтобы утром встать, и у меня в телефоне было уже, уже в телефоне 10 сообщений в WhatsApp, и я хочу узнать подробности. Потому что я и эти, хочу узнать подробности, они складываются опять-таки с двух частей. За счет того, что я как-то потихонечку раскручиваю свой бренд, хотя, скажем честно, я не люблю это слово, и вообще не для всех это, возможно, подойдет. Но, тем не менее, в социальной сети надо себя позиционировать и как эксперта, и как человека, который может помочь другим людям, ну, решить те или иные финансовые проблемы или иные. Часть заявок идет благодаря этому, а часть идет благодаря тому, что идет какая-то реклама, опять-таки, или в платном варианте, ну, чаще всего у меня идет в платном варианте таргетированная реклама, которая позволяет получать уже, фильтруя людей, ко мне выходят люди, которые действительно уже готовы меня слушать. И дальше я с ними работаю. Какова эта работа? То есть, вы получили первые там 10 сообщений, вот дальше как должен проходить ваш день? У вас уже сегодня есть и команда. Дальше я знакомлюсь с людьми чисто письменно или аудио в WhatsApp сообщения и назначаю с ними консультацию. То есть, к сожалению, полностью автоматизировать вторую часть, вот если первую часть поиска людей можно автоматизировать, опять-таки, люди или сами, к тебе придут благодаря бренду или благодаря рекламы, то вот вторую часть, просто посылая людям какие-то ролики или еще что-то, это не работает. Вот дальше надо выстроить, естественно, доверительное отношение с человеком, узнать, чего ему действительно надо, самому понять, подходит ли он тебе, и следующая часть – это консультация в Zoom. Вот как мы сейчас беседуем, так я беседую с людьми просто сначала по душам, а потом показываю, что есть такая возможность в сетевой бизнесе, если этот человек не знаком с сетевым бизнесом, или показываю преимущества компании, если человек уже в сетевом, но он не удовлетворен своим сегодняшним результатом в той или иной компании. То есть мы к чему пришли? То, что человек должен, уважающий себя, налаживать входящий трафик каким-то способом, чтобы люди интересовались, потом с этим входящим трафиком работать, делать некую презентацию, и в итоге продажи, не нужно, наверное, этого слова бояться, потому что вся наша жизнь состоит из продаж того или иного. С этими двумя направлениями разобрались, а вот вы говорили о том, что на втором этапе, когда у человека уже запустится приумножение, то есть появится команда, нужно работать с командой. Какие действия вы предпринимаете в течение дня? Может быть, у вас есть какое-то конкретное расписание, можете им поделиться по работе с командой? А дальше я помогаю как раз команде, если я могу, например, провести в Zoom консультацию сам и не привлекая спонсора, то некоторые члены команды, естественно, но по ряду причин, кто-то не опытен, кто-то, может, не такой эксперт в этих вопросах, не сможет поработать с возражениями, то он привлекает меня, как третье лицо, это называется в нашем бизнесе трешка. То есть, грубо говоря, мы в Zoom проводим уже встречу не как вот сейчас мы вдвоем, да, а втроем. То есть, это, грубо говоря, есть приглашенный человек, есть тот, кто пригласил, ну, и я как предстоящий спонсор, который уже помогает, ну, более экспертно, более профессионально рассказать тебе о бизнесе, и о компании, и о деньгах. Вот это два часа в день мы проводим с супругой помощь своей команде трешки. Здесь у нас даже нет особого графика, мы подстраиваемся чаще под людей, потому что есть разные регионы, есть разные пояса временные, поэтому мы готовы помогать людям именно по доведению кандидатов до входа в бизнес. Ну, а дальше есть, естественно, когда уже есть команда, есть уже командные мероприятия, когда мы уже с большой командой, там, 10, 20, 50, 100 человек, также проводим в Zoom какие-то встречи, рассказываем лайфхаки, ну, и люди делятся своими результатами. И такой достаточно большой, но в то же время финальный вопрос. Я знаю, не понаслышке, что у вас очень большой опыт ведения MLM бизнеса. Вы рассказывали свою историю, поэтому, кому вдруг интересно, можете пересмотреть, за гуглик, за Олег Тимофеев, есть это интервью в открытом доступе. И в связи с этим у меня есть такой вопрос. Очень часто, общаясь с профессиональными сетевыми предпринимателями, вижу их опыт, очень многие где-то обожглись, где-то на каких-то моментах нечестных или еще что-то, ну, к сожалению, у нас это и есть такие моменты, да. Но вот вопрос, если сформулировать, почему опытный сетевой предприниматель, возможно, возможно, обожженный каким-то нехорошим опытом, да, не совсем удачных проектов, должен продолжать, несмотря ни на что, поиски достойной MLM-компании, а не сдаться и не уйти там другим путем, яму копать, либо автосервис открыть, либо шаурму за углом. Смотри, мы пришли в MLM, и мы год ничего не заработали. Но мы, я бы никогда не сказал, что мы обожглись. Знаешь, есть люди, которые говорят, слушай, я пришел, я вложил деньги, но у нас же нет вложения денег. Мы покупаем продукцию, которую, ну, я, грубо говоря, мог бы и так купить. То есть я действительно покупал продукцию осознанно. Я понимал, что даже если не заработать денег, как первую компанию мы пришли на продукты, если на то пошло. Но дальше я увидел эту экономическую модель, как предприниматель, и год ничего не заработал. Но я видел, все равно продолжал видеть успешных людей. Я видел их качество жизни, я видел их свободу. Я видел их, понимаешь, еще такое слово я бы хотел добавить. Что дает сетевой бизнес? Он дает яркие краски жизни. У большинства людей серые краски жизни. А сетевой бизнес, он позволяет, благодаря общению с новыми людьми, путешествиями и так далее, и так далее, получать яркие краски жизни. Я это все видел. Год я проработал, но я никогда бы не сказал, что я готов был идти. Более того, вот именно год, ничего не заработав, мы настолько с супругой стали еще более уверенными, что мы здесь достигнем. Просто надо больше уделять времени, но и, возможно, выбрать, как потом оказалось, более правильную компанию. Вот это действительно иногда надо. То есть не говорить при этом, что я обжегся и пришел в какой-то там Амвей, Гербалайф, Рефлей, мне заработал денег. Ты пришел в любую компанию, ты получил опыт, особенно если я первая компания. Ну а дальше ты осознанно понимаешь, что деньги в этом бизнесе есть, но надо, возможно, выбрать компанию, которая сейчас больше драйв, больше перспективность, больше инструментов и больше потенциала развития. И тогда ты выбираешь вторую компанию, ты однозначно достигаешь успеха. Вот это действительно иногда менять компанию надо. Не надо их часто менять. Вот мы за 21 год поменяли всего три компании. Первый год, потом 16 лет, но она сама закрылась. А вот потом мы обожглись. Потом наш путь был, я честно скажу, мне стали интересны инвестиционные проекты туда-сюда. И там мы обожгли. С точки зрения, мы там действительно теряли день. Но больше всего обожгли с тем, что я до сих пор себя корю, что в некоторые инвестиционные проекты я пригласил своих друзей, которые, естественно, обожглись. В результате эти друзья, вот, некоторые смотрят на меня до сих пор коз. Я уже хочу им, наверное, вернуть деньги. Там не такие они большие, которые они вложили. Но они иногда на меня смотрят, и я чувствую, что они говорят, «Ребята, слушай, Олег, ты куда меня пригласил?» Да, лучше не обжигаться в инвестиционных проектах. И если кто-то сейчас нас смотрит, кто работает в таких вещах, то туда хотите рисковать, рискуйте, вкладывайте сами, но не стройте сеть. Вот это действительно потом вы будете говорить, что я обжегся и так далее, корить себя. А в продуктовом моем компании, ну как, вы попробовали один продукт, попробовали один маркетинг-план, попробовали команду, ну что-то вам не подошло, ну поменяйте компанию и заработайте деньги. Тот же самый вопрос, но еще немножко его допереформулировать. Есть ли у вас какое-то послание, либо рекомендация людям, которые уже имеют опыт в сетевом бизнесе, где-то работают, может топ-лидеры, может быть рядовые менеджеры, но они сегодня находятся в поисках чего-то, непонятно чего пока, наверное, для них даже. Какое им можно сделать напутствие в плане, в плане вот почему нужно продолжать искать какую-то достойную компанию, либо продукт, либо маркетинг, почему нужно сделать шаг вперед и уйти из того какого-то болота. Ну, не хотел бы, чтобы меня поняли, что я буду хвалить другое болото, где больше клюквы, да. Но тем не менее, понятно, что любой сетевик, получивший такой опыт, неважно какой, вот мы же год проработали, мы понимали, что мы уже имели опыт, мы имели обучение, но, грубо говоря, его надо использовать, ну, в той, естественно, компании, в тот момент времени в компании, где, ну, проще и быстрее заработать денег. То есть, если вдруг вы понимаете, что все, это тормоз и это что-то, ну, не надо стесняться пробовать. Говорят, в Японии вообще есть такой закон, надо там каждые пять лет или какое-то, ну, менять и место работы и так далее. А есть такие, которые вот, здесь не надо быть зомби. То есть, это всего лишь, мы же начались разговор с чего? Это всего лишь экономическая модель продвижения того или иного товара. Да, в сетевом есть определенная влюбленность и так далее, но если денег недостаточно, то надо просто и попробовать, и посмотреть другую компанию, возможно, компанию новой формации, в которой, ну, что-то идет по-иному. И вот это что идет по-иному, и те инструменты, которые есть, и тот продукт в сочетании, естественно, со многими вещами, с маркетинг-планом, они позволят вам сделать взрыв. Потому что я вообще считаю зачастую, что только смена компании может позволить тебе действительно выйти на другой уровень. Здесь, не знаю, может, на меня сейчас будут кидать камнями, к скрытевике, но так устроен мир. Я со многими общался с фидерами, и все зашли когда-то, особенно после, если вы попали в первую компанию. Вот первую компанию попадают все случайно. И, к сожалению, вот первую компанию, ну, чаще всего придется поменять, если вдруг вы попали, ну, не туда. Да, дальше уже еще более осознанно вы выбираете компанию. Потом смотрите, что творится на рынке, смотрите, какие компании идут действительно и почему вверх. Идите в компанию, в которой не миллиардная пока, но в которой есть потенциал стать миллиардной. Идите в компанию, в которой маркетинг-план, с одной стороны, простой, надо там найти, как двух ключевых партнеров, в свое время он позволяет получать по максимуму со всей сети. Ну, такие компании есть. Понятно, что я, наверное, буду вообще, могу похвалить свою компанию, но вы посмотрите, естественно, компанию, в которой мы с Кириллом работаем, осознанно посмотрите. Мы же не говорим, что все, наша компания лучше, лучше, лучше. Мы это не говорим, потому что есть факты, подтверждающие, что она лучше. Это опять, может, некрасиво звучит, но я вообще люблю факты, я вообще логику люблю. Если есть какой-то рейтинг, и там кто-то, как сказать, третье лицо по каким-то критериям определил, что компания по этому показателю лучше, ну, значит, к этому надо присмотреться. Олег, благодарю за достаточно емкое интервью. В любом случае, если мы какие-то вопросы не раскрыли, и вам стало что-то интересно, а, во-первых, вы можете задавать их в комментариях под этим видео. Если наберется энное количество вопросов, я думаю, что Олег не откажется повторить наше интервью, ответив на новые вопросы. Б, вы найдете в описании к этому видео ссылочки на YouTube-канал Олега, он достаточно активно тоже ведет его, показывает все плюсы, достатки, где-то недостатки бизнеса сетевого, и показывает, самое главное, как и кому можно здесь заработать, и, собственно, какие деньги, в этом мы тоже говорили. Ну, и также все ссылочки на Олега, на его социальные сети вы найдете в описании к этому видео. А еще раз, друзья, благодарю за просмотр этого видео, благодарю сегодняшнего гостя Олега за то, что уделил самое ценное, что есть в его жизни, да, по сути, наверное, и жизни каждого, это время. Не будем больше затягивать это интервью, обязательно ставьте лайки этому видео, ну и не прощаемся, потому что мы с вами в интернете. Кирилл, спасибо большое за встречу, всем успехов в сетевом бизнесе. Это лучший бизнес, это идеальный бизнес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!